В 2021 году британская биотехнологическая компания Oxitec, принадлежащая США, выпустила 144 тысячи комаров. В апреле того же года в шести местах были размещены ящики с яйцами насекомых. После того, как они вылупились, в течение последующих 12 недель еженедельно ожидалось появление около 12 тысяч самцов, в общей сложности 144 тысячи. В 2022 году было выпущено уже 5 миллионов комаров. В 2023 году число выпущенных комаров достигло 3 миллионов. Вот так это выглядело. Коробка от Oxitec размещается на частной территории добровольцев. Потом туда добавляется вода. И все, больше комарам ничего не нужно. Последний третий этап выпуска насекомых завершился в ноябре 2023 года. Казалось бы, ну, ладно. Есть одно но. Эти комары были генно-модифицированными. Звучит как история, с которой должен начаться зомби-апокалипсис. Но могут ли комары нести такую серьезную угрозу? Зачем их выпускали и что вообще происходит? Обо всем этом поговорим после чашки кофе. Напоминаю вам ненавязчиво ставить лайки, если вы забываете их ставить в конце просмотра или во время него. Поехали! Первый же вопрос, который у меня возник, когда я узнал о генно-модифицированных комарах, выпущенных на волю, как к такому проекту вообще отнеслись люди. Люди обычно боятся ГМО. И они не подвели. Оказалось, что проект в целом столкнулся с сопротивлением местных жителей с момента его первого анонса. Было это еще в 2011 году. Причем беспокойство, которое выражали люди, не было простым сотрясанием воздуха. Нет, как только слух о комарах-мутантах распространился, общественная реакция была быстрой. Более 100 тысяч человек подписали петицию на change.org против предложения. К 2016 году это число выросло до более чем 160 тысяч, а на момент создания этого ролика петицию подписали почти 238 тысяч человек. Я, возможно, поспешил, и это все-таки было сотрясание воздуха. Я извиняюсь, но я так и не понял, помогла эта петиция или нет. Начиная с 2011 года в сообщениях СМИ цитировались разгневанные жители, отказывающиеся становиться подопытными кроликами для супербактерии или комара-робу Франкенштейна. Организовывались целые кампании по блокированию испытаний до тех пор, пока не будут проведены дополнительные исследования. В целом возмущение людей можно выразить одной цитатой. «На людях нельзя оставить эксперименты без их согласия. Когда комары выпускаются, нет возможности их отозвать». Опять же, с этим сложно не согласиться. Однако, несмотря на все протесты, федеральные регулирующие органы дали проекту добро. Получается, петиция все-таки не помогла? И тут самое время разобраться, что же это за комары, потому что выпускают, конечно, не всех подряд. Речь идет о комаре вида Аэдес Аэджипти. Его еще называют желтолихорадочным, и в последние годы он становится все более глобальной угрозой. Во-первых, эти комары живут рядом примерно с половиной населения земного шара и активно распространяются. А во-вторых, после десятилетий усилий до сих пор не найдено лекарство или специфическое лечение многих болезней, переносимых этими насекомыми. В их числе лихорадка Денге, лихорадка Зика, желтая лихорадка и много чего еще. Желтолихорадочный комар – инвазивный вид. Если вы уже видели несколько наших видео, то понимаете, что это значит. Быстрое распространение, быстрое размножение, захват территории. В настоящее время этот вид встречается в тропических, субтропических и умеренных регионах по всему миру. С желтолихорадочными комарами, конечно, пытаются бороться классическими методами, обычно это распыление всяких химических инсектицидов. Но, увы, хоть это и помогает с другими насекомыми, инсектициды не смогли остановить распространение болезней. Только от лихорадки Денге ежегодно страдают от 100 до 400 миллионов человек. А это изнурительная, часто смертельная болезнь. В общем, сами по себе комары, которых активно выпускают в США, чертовски опасны. Но их ведь еще и модифицируют. Кстати, каким образом? Что мы вообще знаем о компании, которая этим занимается? Ну, Окситок была основана профессорами Оксфордского университета в 2002 году, но сейчас уже принадлежит мировому биотехнологическому гиганту Интрексон. Хорошо это или плохо, решайте сами. Но сотрудники действительно создают генно-модифицированных комаров, и сейчас я попытаюсь объяснить, как именно это происходит. Сначала появляются яйца, которые самки комаров откладывают в отдельной специальной комнате, которая называется колония для производства яиц. Логично. В каждой большой клетке находится около 12 тысяч самок комаров, и они делают свое дело. Вот так выглядят яйца, которые самки оставляют, а ученые забирают, чтобы пустить в работу. Затем яйца выстраивают в ряд, и это очень маленький ряд, потому что каждое яйцо комара размером примерно с крупинку мелкой соли. А дальше начинается самое интересное. Используя микроскопические иглы, исследователи вводят в каждое яйцо по капле запатентованной синтетической ДНК. Вы только вдумайтесь, какая же это кропотливая работа. В течение четырех дней после этой манипуляции техники Oxitec ухаживают за яйцами, наблюдая за вылупляющимися личинками. На этом этапе самок отделяют от самцов, причем делают это вручную. Вам тоже кажется, что просто нереально определить, кто там какого пола, когда перед тобой крохотные извивающиеся штуковины? Но способ есть. Ученые просто смотрят на размер, потому что самки всегда крупнее самцов. Типичный половой деморфизм в мире насекомых. Личинки, выжившие после инъекции, как их называют в компании, проходят целый ряд тестов, чтобы можно было убедиться. Их генетическая модификация прошла успешно. В результате появляются комары, известные как Ox 5034. Генетически модифицированные комары Aedes aegypti – это те, которым добавили самоограничивающий ген. Ученые спроектировали комаров так, чтобы они не кусались и были самцами. Да, самки с этим геном просто не выживают. В этом как бы и смысл. Затем ученые разместили модифицированные яйца комаров на различных частных территориях вокруг Флорида Кис. Случилось это в 2021 году. Взрослые генно-модифицированные комары были практически идентичны своим диким собратьям, поэтому отличить одних от других невооруженным глазом просто невозможно. А поскольку у других комаров глаза невооруженные, они приняли генно-модифицированных насекомых за своих, не подозревая, что те несут в себе генетическую опасность. Задумка ученых заключается в спаривании модифицированных комаров с дикими, чтобы таким образом распространить тот самый ген внутри популяции. Из потомства, унаследовавшего самоограничивающий ген, выжить могут только самцы. Поэтому каждый выпущенный самец комара, который успешно спаривается, приводит к потенциальному многопоколенному эффекту подавления. Говоря простым языком, генно-модифицированный комар – просто мутировавшая версия стерильного насекомого. Другие стерильные насекомые создаются особым методом – самцов стерилизуют гамма-лучами перед тем, как выпустить их в дикую природу. Но лучи не требуются, когда есть летальный ген, синтезированный из кишечной палочки и вируса простого герпеса. Летальный он потому, что создает белок, называемый ТИТЭФ, который вмешивается в активность клетки, убивая инфицированного комара до того, как он достигнет зрелости. Стоп-стоп, я запутался. Если комар инфицирован летальным геном, как он может вырасти и спариваться с дикими самками? Все просто. Изменив его гены, ученые также кормили комара антидотом – тетрациклином, пока он рос. То есть каждый из этих модифицированных комаров умрет на стадии личинки, только если вы не приложите все усилия, чтобы спасти его. Так что одно поколение вырастает до взрослых особей и размножается, передает ген дальше. Но в дикой природе получить антидот невозможно, и комары просто умирают, не достигнув созревания. Кстати, помимо самоограничивающего гена, комарам вводят и еще один, синтетический, созданный на основе ДНК коралла. Он имплантирует в комара флуоресцентный красный маркер, чтобы исследователям было проще отслеживать таких мутантов. Я так думаю, вы уже поняли, зачем люди решили выпускать генномодифицированных комаров. Пока что это едва ли не единственный способ остановить разрушительные болезни прямо у их источника. Регулируешь популяцию комара, регулируешь здравоохранение. Все просто. Конечная цель эксперимента компании – замедлить передачу заболеваний, переносимых комарами. На самом деле вид Aedes aegypti составляет всего 4% от популяции комаров во Флориде. Но эти 4% вызывают 100% заболеваний, переносимых комарами в этом районе. Короче, генные модификации выглядят как оптимальный вариант, потому что все остальные способы просто не срабатывают. Комаров невозможно остановить, и даже к отраве у них может развиться иммунитет. Остается только генетика. И она сработала. Модифицированные самцы комаров спарились с дикими самками, после чего те отложили яйца. Каким-то чудом ученые собрали эти яйца и отвезли в лабораторию для исследований. Не знаю, как им это удалось, с учетом того, насколько эти яйца мелкие. Так вот, яйца исследовали и поняли, что летальный ген сработал. Анализ более 22 тысяч яиц показал, что только самцы комаров доживали до взрослого состояния. Правда, модифицированный ген, убивающий женское потомство, просуществовал всего 2-3 месяца. То есть его хватило на 3 поколения насекомых. Комары, несущие смертельный ген, были обнаружены в радиусе всего 400 метров от мест запуска. Да, мне тоже показалось, что это как-то мало. Но ученые говорят, что в целом ожидали именно этого. Результат подтверждает самоограничивающую природу генов, а значит, они не будут долго сохраняться в окружающей среде. Ну, чтобы совсем не уничтожить всех желтолихорадочных комаров как вид. Кстати, а почему испытания решили проводить именно во Флориде? В последние годы именно здесь, на архипелаге Флорида Кис, наблюдались случаи местной передачи лихорадки Денге и случаи лихорадки Зика. А поскольку это реально очень тяжелые и опасные заболевания, с ними нужно было что-то делать. Еще в 2009 и 2010 годах вспышки лихорадки Денге заставили местные власти отчаянно искать новые варианты борьбы с комарами. Новые, потому что усилия по сдерживанию Аэдес Аэджипти с помощью лорвицидов и пестицидов оказались не то чтобы эффективными. Хотя люди очень старались. Было и распыление с воздуха, из грузовиков и даже вручную из рюкзаков. Использовали даже рыбу, которая питается с комарами, не помогло. Еще и потратили очень много денег. Управление по борьбе с комарами во Флориде Кис выделяет на борьбу с ними более 1 миллиона долларов в год, что составляет десятую часть от общего финансирования. То есть больше миллиона в никуда. Буквально распыляются в воздухе. И жители Флориды уже давно смирились с инсектицидами, которые сбрасывают с самолетами или с проезжающих грузовиков. На вечеринках на открытом воздухе предлагают репелленты, а сетчатые экраны на патио – не странность и не роскошь. А необходимость? Комаров много, они кусаются и, теоретически, вполне способны вас убить. Что касается общественного недовольства, то, согласно недавнему опросу, 78% респондентов поддержали бы внедрение генетически модифицированных комаров в США, если эти комары помогут сдержать распространение опасной болезни. То есть люди, подписавшие петицию, находятся в меньшинстве. Поэтому к ним никто не прислушался. Тут буквально вопрос жизни и смерти. Тем более компания позиционирует своих комаров как полностью безопасных. Комары не кусаются, ничего не передают, сами сдерживают свое распространение, и вообще все они – самцы. Технология Oxitec безопасна для людей, животных и окружающей среды, и нацелена только на виды, которые являются переносчиками болезней. Ну, по словам представителей компании, конечно. Но если все действительно так, как заверяют, то эти комары вообще безвредные. Потому что самцы, в принципе, не заинтересованы в том, чтобы кусать людей. Самцам для питания нужен только нектар. Ну, а их потомство не достигает взрослого возраста. А значит, сценария, где генномодифицированный комар будет пить кровь человека и заразит его чем-нибудь, не знаю, мутациями. Такого сценария просто не может быть. Кусаются только самки комаров, потому что кровь нужна им для созревания яиц. Соответственно, только самки и переносят болезни, пока самцы, как бабочки, летают от цветка к цветку. Но на всякий случай скажу, что я, конечно, не утверждаю, что вся эта затея полностью безопасна. Я делаю выводы на основе информации, которая находится в свободном доступе. И так получается, что эту информацию предоставляет сама компания. А компания должна получить прибыль от генномодифицированных комаров. Поэтому, ну, сами понимаете, есть некоторые подозрения. Что произойдет, если человеку укусит самка комара с этим геном? Дело в том, что Окситек утверждает, что крошечный процент самок все-таки попал в партию выпущенных комаров. Так вот, по словам ученых из Окситек, ничего не случится. Что произойдет с окружающей средой после того, как генномодифицированные комары будут выпущены? Ничего, говорят ученые из Окситек. И нет, комары не могут передавать свои гены людям. Хоть измененные, хоть обычные. Если бы это было возможно, мы бы давно узнали об этом, потому что миллионы комаров кусают людей каждый день. Хотя при этом ученые оценивают риски передачи как очень-очень маленькие. Но вообще даже у плана с генномодифицированными комарами есть свои серьезные недостатки. Хотя главная конечная цель эксперимента компании – замедлить передачу заболеваний за счет сокращения общей популяции насекомых, этот результат, скорее всего, будет трудно изучить. На континентальной части США не так много вспышек заболеваний, переносимых комарами, чтобы провести надежное полевое исследование. Да и вспышки могут происходить даже при низкой численности насекомых. Но это только половина проблемы. Ученые, которые не имеют отношения к компании, всерьез обеспокоены тем, что выпуск генетически модифицированных комаров в жилые районы может привести к появлению гибридов. И вот эти гибриды уже могут представлять для людей серьезную опасность, да еще и будут более выносливыми. Короче, ситуация может стать еще хуже, чем сейчас. Есть даже исследование, согласно которому нечто подобное уже произошло, но его результаты не выглядят однозначными, а многие формулировки вообще способны ввести в заблуждение. И это не мои слова. Так написали редакторы научного журнала, где исследование было опубликовано. В ответ на опасения, связанные со случайными гибридами, компания отвечает, что ДНК генномодифицированного комара стирается из природы, то есть пропадает в течение 10 поколений полностью. Это происходит не только потому, что комары с новыми генами не могут производить жизнеспособных самок, но и потому, что они более уязвимы для химических инсектицидов. Но есть и еще один риск. Противоядие от летального гена – антибиотик, а фермеры используют антибиотики на плантациях и в животноводстве. То есть выпускать комаров вблизи ферм нельзя, иначе существует риск, что потомство выживет, а значит опасных насекомых станет только больше. И тем не менее, компания планирует выпустить генетически модифицированных комаров на испытательном полигоне в Калифорнии, потому что решение для борьбы с комарами с помощью генетики было одобрено Агентством по охране окружающей среды США для пилотных программ в трех локациях – Флорида, Техас и Калифорния. Пока что с Калифорнией продолжается бюрократическая волокита, поэтому пока компания сосредоточилась на Флориде. В Калифорнии у программы, конечно, тоже есть противники. В основном они говорят о том, что в Калифорнии еще не было случая, чтобы комар Аэдес Аэджипти оказался переносчиком заболевания. Так что выгода от таких программ и экспериментов получается совсем небольшой. Однако компания не случайно выбрала именно этот штат. Опасные комары были обнаружены в Калифорнии около 10 лет назад, и с тех пор очень быстро распространились по штату. Но если вы думаете, что все эксперименты происходят только в США, то это совсем не так. По всему миру было выпущено уже более миллиарда комаров, созданных компанией Oxitec. Она уже тестировала своих генетически модифицированных насекомых в полевых условиях в Бразилии, Панаме, на Каймановых островах и в Малайзии. Все ради борьбы с лихорадкой Денге. Также существует программа по борьбе с малярией, и она нацелена на другие два вида комаров, которые, собственно, и распространяют малярию. Это индийский вид Анафелос стефенсии и вид Анафелос албиманус из Центральной и Южной Америки. Оба вида устойчивы к инсектицидам и часто кусают людей на открытом воздухе, что снижает эффективность противомоскитных сеток и других средств профилактики в помещениях. Только в Центральной Америке в зоне риска малярии живут около 50 миллионов человек. А ведь есть еще, например, Восточная Африка, и там болезнь тоже необходимо остановить. Генномодифицированные комары справляются с этой задачей лучше, чем кто-либо другой. Просто для примера. На Каймановых островах генномодифицированных комаров выпустили в 2010 году, и это был сравнительно небольшой выпуск. Однако даже он привел к 80-процентному сокращению популяции переносчиков заболевания. И знаете, я тут подумал, мы ведь не впервые делаем ролик на подобную тему. Люди борются с комарами десятилетиями, истребляют их всеми доступными способами, снова истребляют, а когда способы перестают работать, то придумывают новые. Наверняка у кого-то хоть раз, но возникала мысль избавиться от комаров окончательно. Вообще от всех. Мало, что ли, насекомых на планете. Тем более с комарами у человечества личные счеты. Почти половина всех людей, которые жили в течение последних 50 тысяч лет, обязаны своей смертью именно комарам и их способности переносить одну конкретную болезнь – малярию. Однако тут есть одно «но». Ладно, на самом деле этих «но» несколько. Главное, что на свете существует около 3500 видов комаров, но только около ста из них потенциально способны укусить и передать болезнь человеку. Короче, причин избавляться от всех комаров на планете у людей нет. Можно, наверное, сосредоточиться на тех, которые переносят смертельные болезни, и окончательно их уничтожить. Если вы задумываетесь об этом, вы не одиноки. Более того, ученые тоже размышляли об уничтожении комаров, но проблема в том, что они не могут просчитать последствия такого глобального комариного геноцида. Каждый раз, когда ученых спрашивают об этом, они говорят «мы не уверены». Слишком мало доказательств того, как отсутствие ста видов комаров повлияет на экосистему. Главное препятствие – то, что комары встроены в цепочку питания. Они являются основным источником пищи для множества животных, включая летучих мышей, птиц, лягушек, рыб и много кого еще. Вполне вероятно, что истребление ста видов комаров будет иметь как минимум экологические последствия, и как минимум в краткосрочной перспективе. А есть еще, например, стрекозы. Их часто называют комариными ястребами из-за способности съесть до ста комаров за один день. Вероятно, им, как и множеству других существ, придется перестраивать свой рацион. Правда, мы не знаем ни одного животного, которое питается только комарами. То есть никто не умрет, если комары вдруг исчезнут. Но комаров очень много, на них легко охотиться, поэтому многие животные едят их, особо не напрягаясь. Уберите комаров, и этим животным станет гораздо сложнее выживать. Вот представьте, если бы весь рис в мире исчез. Скорее всего, никто не питается одним рисом, но если бы он вдруг перестал существовать, у многих людей было бы гораздо меньше еды. Это вызвало бы голод и, скорее всего, некоторое количество смертей. Некоторые ученые, правда, считают, что уничтожение всех комаров в мире не окажет отрицательного воздействия на окружающую среду в целом. Но предсказать это со стопроцентной точностью невозможно. Провести эксперименты такого характера тоже. А еще существует беспокойство, что если мы избавимся от всех комаров, на смену им может прийти что-то похуже. В смысле, другое кровососущее насекомое, которое может переносить еще больше заболеваний, кусаться еще больнее. Да мало ли сюрпризов у природы. Так, в конце концов, работает эволюция. Уничтожение комаров оставит пустой нишу кровососущих насекомых, а пустые ниши в природе не держатся долго. Вполне возможно, что появится какой-то совершенно новый вид. И мы будем вспоминать комаров с теплотой. Так что, увы, никакого тотального уничтожения кровососущих насекомых. Вообще, если подумать, любое кардинальное вмешательство людей в любую экосистему, вот чтобы прямо с истреблением, никогда не заканчивается хорошо. Есть ощущение, что не стоит даже пытаться. Генная модификация все-таки выглядит безопаснее. Комары спасают Бразилию Как я уже сказал, идею с выпуском генно-модифицированных комаров для контроля дикой популяции и спасения людей от опасных болезней реализовали уже в нескольких местах. Город Канганьяс, Бразилия, тоже поучаствовал в программе, и это реальная история успеха. Начиная с июля 2023 года, муниципалитет установил более 4,5 тысяч устройств в более чем полутора тысяч мест в городе Канганьяс. Ну, вы помните. Ящички, куда добавляют воду, и дальше комары делают все сами. 10-14 дней, и появляется партия взрослых самцов, которые ищут самок. Каждый месяц эти устройства пополнялись новыми яйцами, модифицированных Аэдес Аэджипти. И вот в мае 2024 года, через 10 месяцев после начала проекта, Министерство здравоохранения не обнаружило мест размножения комаров в тысячи четырех проверенных объектах. Понимаете? 10 месяцев, и комары, распространяющие лихорадку Денге, просто исчезли. В компании называют это замечательным и беспрецедентным результатом, особенно для штата Минес-Жерайс, где комаров в последние годы стало очень много, заболеваемость лихорадкой Денге подскочила, и все это привело к серьезным последствиям. Но на исчезновении мест размножения комаров все не закончилось. После Канганьяс сообщил о замедлении всплеска случаев заболевания лихорадкой Денге по сравнению с соседними городами. То есть в то время как в соседних городах наблюдался рост случаев заболевания лихорадкой Денге на 7000% по сравнению с предыдущими годами, в Канганьясе был зарегистрирован сравнительно низкий рост на 299%. Это, конечно, не то чтобы победа над болезнью, но в текущих условиях просто шикарный результат. А вообще продукт, то есть вот эти ящики с комарами, был запущен в общенациональном масштабе в Бразилии еще в 2022 году и теперь используется уже по всей стране. Кстати, еще в 2016 году компания Oxitec объявила о соглашении с бразильскими чиновниками о строительстве фабрики по разведению комаров в городе Пиросикаба, штат Сан-Паулу. По плану, эта фабрика сможет защитить от лихорадки Денге более 300 тысяч человек. Дроны против лихорадки Денге Когда дроны доставляют посылки или продукты, это уже никого особенно не удивляет. А как насчет доставки комаров? И все это ради борьбы с болезнями. Совсем недавно, в августе 2024-го, в ходе полевых испытаний беспилотники летали над Фиджи, сбрасывая сотни комаров. Чтобы попытаться бороться с распространением опасных заболеваний, Всемирная программа по борьбе с комарами разработала стратегию, которая включает заражение насекомых бактериями Вольбахия. Бактерии этого рода не вызывают заболеваний у людей и не представляют угрозы для окружающей среды. Более того, многие другие виды комаров переносят их естественным образом, так что это не то чтобы какое-то новшество. Но что может сделать Вольбахия, так это не допустить, чтобы вирусы, такие как лихорадка Денге, закрепились внутри комаров. А если они не могут заразиться лихорадкой Денге, они не могут передать ее человеку, которого укусят. По-моему, очень крутое решение. И тоже рабочее. Заселение популяции инфицированных комаров в индонезийском городе Джек-Якарта в 2017 году привело к снижению числа случаев заражения лихорадкой Денге на 77% в стране, где ежегодно регистрируется более 7 миллионов случаев. Проблема была только в том, чтобы повторить этот опыт на большой территории. И вот тут на помощь пришли беспилотники. Ученые разработали полностью автоматизированную систему дозирования комаров, которая выпускала небольшие группы насекомых на большой площади, и интегрировали ее в дрон. Система сработала. Микробы, которые остановят комаров Генные модификации, особые бактерии. А недавно ученые выяснили, что комары боятся человеческой кожи. Не буквально, конечно, но вот микробы, которые часто встречаются на нашей коже, действительно способны отпугнуть насекомых. Staphylococcus epidermidis и Carinobacterium amicolatum – две бактерии, которые часто встречаются на нашей коже и вырабатывают тип молочной кислоты, действующей на комаров как кошачья мята на кошек. Кстати, самих комаров отпугивает кошачья мята. Но это к делу не относится. Группа ученых решила проверить, можно ли снизить привлекательность человеческой кожи, спроектировав бактерии так, чтобы они не производили эту самую молочную кислоту. И у них внезапно получилось. Потом в ход пошла генная модификация, и в результате ученые создали репеллент длительного действия. Очень длительного. Эффект от него держался аж 11 дней. В общем, если все и дальше будет получаться, репеллент пройдет тестирование на людях, это может стать переломным моментом для всех нас. Возможно, репеллент даже лишит комаров звания самых смертоносных животных в мире. Неожиданное применение. Цветочные ноты маракуйи, пиона и ванили – это все про духи Victoria's Secret Bump Shell. И как оказалось, они неплохо отпугивают комаров. Не совсем то, что ожидаешь от духов, но… Ладно. Изучая репеллентные свойства различных коммерчески доступных продуктов, ученые обнаружили, что этот парфюм оказывает сильное воздействие, которое длится более двух часов. Это стало неожиданностью, поскольку предыдущие исследования показали, что комаров привлекают цветочные запахи. Вы, возможно, даже сталкивались с рекомендациями избегать подобных ароматов, чтобы комары вас не загрызли. Вообще, исследование заключалось в сравнении эффективности различных средств. И с ДЕТА, и без него. ДЕТА – это диэтилтулуамид, такое химическое соединение, которое обычно используется для отпугивания комаров. Так вот, ученые рассматривали эффект от всего – от известных репеллентов до масла для ванны. И, собственно, духов. Эксперимент был довольно простым. Вещества наносили на добровольцев, а затем с помощью вентилятора и трубки вдували комарам запахи. Насекомые должны были лететь к источнику или от него, в зависимости от эффекта. Ну или не двигаться с места – это тоже считается отпугиванием. Представьте себе удивление ученых, когда духи, которые должны были привлекать комаров, произвели прямо противоположный эффект. Исследователи предполагают, что духи, вероятно, маскируют наш собственный запах, и поэтому комары думают – есть тут нечего. Но духи использовались в очень высокой концентрации, так что просто облиться парфюмом и надеяться, что это сработает против комаров – так себе идея. Еще более неожиданное применение Обычно, если газету применяют против комаров, это означает, что ее используют как ударное оружие. Однако СМИ и Шри-Ланки пошли дальше и совершенно неожиданным маршрутом. Газета «Шри-Ланкан Мобина» вывела борьбу с лихорадкой Денге на новый уровень. В национальную неделю Денге они опубликовали обычные статьи о том, как избежать укусов комаров. Но еще они напечатали рекламные плакаты, покрытые эссенцией «Цитронеллы» и развесили их на автобусных остановках. Кульминацией кампании стал Всемирный день здоровья 7 апреля. Как отмечали корреспонденты, делавшие репортажи о событии, люди читают газету рано утром и вечером, в то время, когда нападают комары. Вся газета была напечатана чернилами с добавлением эссенции «Цитронеллы». Каждая буква каждого слова останавливала укусы комаров. И это даже не фигура речи, реально же останавливало. Как коммерческое предприятие, проект имел огромный успех. Тираж был распродан уже к 10 утра, продажи выросли на 30%. Жаль, что акция была разовой, но вряд ли хоть одно СМИ может себе позволить регулярно печатать такие газеты. Дорого все-таки. С тебя лайк. До скорого.